Вы в таких красивых хачках сегодня? Да, я их сниму. Покажите, почему? Дорогостоящие, дорогостоящие. Неважно, это не так важно. Ну и так, и так. Здравствуйте, Сергей. Мы с вами встречаемся, вы все время троллитесь. Да. Ну и что, вчера пришла информация такая разноречивая. Что же мы можем сказать по поводу услугов об отставке Леонида Федоровна? Ну, ерунда, ну ерунда же полная. Я не знаю, зачем коллега Рабинер написал большой текст про Бакаева, да, и там где-то в середину текста решил внедрить свой инсайд. Нам ли с вами не знать, как... Потому что Спортэкспресс мог бы сделать из этого большую новость, если бы за этим что-то действительно стояло, а новости не было. Поэтому, я думаю, здесь вопрос даже не стоит обсуждать. Ну, ерунда. Ну, то есть враги клевещут, вы считаете? Потому что давайте все-таки руководствоваться... Ну, враги, нет. Ну, Сергей, вы пытаетесь меня вложить в уста, да, что у нас какой-то заговор антиспартаковский и так далее. Я говорю, что просто эта информация не соответствует действительности. Нет, я просто пользуюсь такой лексикой, которая с недавних пор появилась после того, как сотрудники Спортэкспресса пошли в медиаслужбы. Вы знаете, там появились такие фразы, враги, не дождетесь. Я жду, когда будет такой... Сволочь пошел вон. Это вы намекаете на Динамо, что ли? Да. Нет. Вы все-таки культурный. Давайте без сволочей, да. Да, ну то есть ерунда. Вы настаиваете на том, что слухи об уходе Леонида... Он остается в клубе. Ну, он же не наемный работник. Он владелец. Да. Да, он владелец. Так что тут, я думаю, вопросов здесь нет. Я имею в виду, корректнее поставлю вопрос, вернее, точнее. Я всегда корректен. Точнее. Он не собирается продавать свою долю в Светоке. Не собирается, нет. Ага. Ну, понятно, да. И то, что Лукойл, соответственно, заходит, больше значимость будет обитать. Это тоже... Нет. Что мы можем сказать по поводу Зелимхана Бакаева? Потому что я сообщил великолепный инсайд, что он может уйти с большой долей вероятности в Зенит. Почему вы не предлагаете ему высокую заработную работу? Слушайте, ну тут сказали все... Сам Зелимхан, собственно, дал комментарий. И его агент Герман Владимирович Ткаченко, к которому мы относимся с большим уважением, мне кажется, добавить нечего. Давайте дождемся окончания сезона. Сразу мы говорили с самого начала, что все решения будут приняты после 29 мая. Ну, то есть пока... Я просто не совсем... Я понимаю, что вы не... Нет разговора, нет. Да, я не Лука Катанет, во-первых. А во-вторых, ну, Сергей, тут ничего нового нет. Разговора не ведется. По поводу того, что вы написали Зенит, но это точно не к нам. Если Зенит о чем-то говорит со стороной Бакаева, лучше спрашивать сторону Бакаева и Зенит. Сторона Бакаева дала комментарии достаточно корректные и, мне кажется, исчерпывающие. Поэтому им за это респект. А мы ждем конца сезона и ситуация разрешится. Ну да, то есть мы с вами можем предположить, что если Зенит дает футболисту запасного состава возраста 32 лет 1,8 миллиона евро в год, то, наверное, Зенит может стоить дороже. Ну да, ну да. Ну и Евгений Владимирович вчера дал комментарий. Да, по поводу... Я скептически его оценил. Я скептически... Ну это ваше мнение, мы относимся с уважением. Да, к любым мнениям. К счастью, вы нашу личную переписку не выкладываете никуда. Спасибо вам за это большое. Да, высказался Евгений Владимирович от позиции клуба. Мы об этом говорили. Вы, кстати, после этого заявления, вы наш пост процитировали от марта, да, середины марта. Да, конечно. Собственно, мы в этом последовательном. Я нашел писулю, которую вы направили в РПЛ, где сказано, как и в РФС, наверное. Она дошла до РФС. И в РПЛ, и в РФС, да. Дошла ли она до РФС, что мы можем сказать? Ну, надеюсь, что дошла, да. Обратной связи не было, во всяком случае, по официальным каналам. Но мы свои комплексы предложений, там их много, мы их довели и до РПЛ, и до РФС. И сейчас мы просто еще раз поговорили, поскольку тема снова возникла о расширении. Мы решили прояснить нашу позицию. Потому что вы нас тоже критиковали, что вот мы там не ходим на собрание, не голосуем. Не ходите, не ходите. Мне кажется, что если такая тенденция пойдет, то следующим путникам от Спартака на собрание, откажитесь вы. Вполне возможно. Но вы же знаете, где принимаются решения по поводу расширения и так далее? Не знаю, скажите. Ну? На народной семь. На народной семь, да. На народной семь, в той, в которой в реальности или в том знаменитом видео? Ну, хотелось бы, чтобы в той, в которой в реальности, да. Спасибо. Да. Ну что же, и по финалу Кубка. Да. Надо у вас спросить. По финалу Кубка ваше заявление в интервью мне произвело эффект, что вы не берете эту квоту, потому что это ответственность, это логично. Но сколько спартаковских болельщиков пойдут, и как вы относитесь к тому, что есть безумный ажиотаж, который, похоже, неконтролируемый. Ну, болельщики, болельщики, да, болельщики будут, и болельщики будут, это хорошо. Я бы сейчас, ну, с мастером было бы некорректно комментировать то, как РФС организует реализацию билетов. Хотелось бы, чтобы, конечно, билеты оказались у болельщиков, а не у спекулянтов. Я объяснил вам в прошлом нашем, в прошлом нашей беседе, почему мы не взяли свою квоту. Ну, это причины понятны, потому что у нас есть организации болельщиков, с которыми мы общаемся, с которыми там связь годами налажена. Они придерживаются бойкота. Да. Они бойкотируют посещение матчей из-за введения системы фанайди. Соответственно, мы отказываемся от выкупа нашей квоты секторов активной поддержки. Но мы очень рады, что трибуна Б так получилась, что она все равно будет спартаковской. И было бы очень здорово, если бы пришли люди и нас поддержали. Ну да, это вот все хотят, да. Видимо, этого, к сожалению, не случится. Так вы все-таки планируете ли вы кого-то приглашать на финал? Вот Динамо пригласит гражданку, я забыл, как она поет, что-то про Монако. Да. Планируете ли вы пригласить гражданку, которая проет, знаешь ли, певицу Максим? Ну, певицу Максим. Можно проходить. Да, певицу Максим, которую мы тоже очень уважаем и любим, она, насколько мне известно, споет на финале. Но это инициатива РФС и договоренности ее с РФС. Ну, если мы с вами уже спор, да, то есть вы же поклонник панк-группы, панк-группы Король Шут известный, да, вы в декабре проводите учетные концерты. Да, ежегодные. Могу ли я рассчитывать на то, что в случае победы вы споете песню «Кукла-колдуна»? Ну, я бы не хотел сейчас с вами спорить и анонсировать, но поверьте, если случится это знаменательное событие и «Спартак» выиграет, то песни будут, их будет много. Ну, будет ли песня «Кукла-колдуна»? «Кукла-колдуна» обязательно. В раздевалке? Не, в раздевалке. Я не знаю, что будет в раздевалке. Спасибо большое.